В специальном цехе Ленского автотранспортного предприятия номер один прибавляется работа с приходом весны. Из Ленска сюжет наших коллег. Загазовка. Так по привычке называют этот цех в Ленском автотранспортном предприятии номер один. Без него невозможно приступить к ремонту части автомобильного парка. Перед проведением сварочных работ на цистернах для перевозки ГСМ и топливных баках необходимо провести их полную дегазацию, чтобы на внутренней поверхности емкости не оставались частицы углеводородов. Раньше для этого использовались выхлопные газы бензиновых двигателей. Не очень эффективный процесс перестал применяться с середины 90-х годов. На смену газу пришел пар. Он вырабатывается передвижными паровыми установками. Производительность каждой составляет 1600 кубометров насыщенного пара в час. Требуемая температура 210 градусов по Цельсию. Пар поступает с автомобиля ППУ на выпариваемый объект при помощи паропроводных шлангов, где мы производим зачистку емкостей при помощи температурного режима удерживая. В зависимости от перевозимого вида топлива или объема цистерны меняется время зачистки емкостей. Процесс выпарки колеблется от 1 до 9 часов. Чтобы подготовить дальнейшим работам, 37-кубовую емкость, основную для перевозки наляного груза, требуется около 7 часов. Ремонт не единственный показатель для выпарки. Большие требования предъявляются к перевозке самолетного топлива. Водитель подгоняет машину к цеху выпарки емкостей, открывает слюной кран цистерны и покидает территорию цеха. Когда конденсат вытек, а цистерна или топливный бак полностью остыли, производится проверка газоанализатором. Как правило, после такой обработки в емкости можно возить даже питьевую воду. И только тогда возможны проведения дальнейшего ремонта или перевозка топлива. Сейчас, в течение дня, обработку паром проходит по две емкости. Интенсивность увеличится в весенне-осенний период, после массового выхода или захода на автоземники транзитного парка. Тогда количество автомобилей в цехе увеличится втрое. Сергей Борисов, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...